Департамент имущества Дает возможность городу эффективно продавать свою собственность, а с другой стороны, такой открытый способ продаж делает более привлекательными эти аукционы, показывает, что они открыты, доступны и честны, и это вызывает доверие у инвесторов, и количество участников, я думаю, будет расти. Информация о аукционах публикуется в официальных бюллетенях Департамента имущества, ну а биржа с своей стороны задействует все механизмы, какими она располагает, работа со средствами массовой информации, сайт, информационные бюллетени биржевые, в которые дается подробная информация о продаваемом имитенте, соответственно, инвестор, который желает приобрести пакет акций на аукционе, получает возможность широко ознакомиться, проконсультироваться, поговорить с представителями имитента, прежде чем совершить выбор в сторону покупать, не покупать. Для продажи предприятий на аукционе, прежде всего, Департамент имущества делает выбор из тех предприятий, которые есть в городе, на реализацию из тех предприятий, участие в которых город не заинтересован, так скажем, считает неэффективным. Департамент привлекает независимую экспертизу, делается оценка, определяется стоимость предприятия, определяется лот, стартовая цена, и идет официальное публикование сообщений о том, что тогда-то, там-то будут проводиться аукционы. С момента публикации сообщения, как правило, начинается сбор заявок на аукцион. Подать заявку на аукцион может любой желающий, как физическое лицо, так и юридическое лицо, в случае, если оно соответствует требованиям действующего законодательства по приватизации. После того, как подается заявка, собирается комиссия совместного департамента имущества регионального отделения федеральной комиссии, и решается вопрос о допуске или недопуске участников к участию в аукционе. То есть, по сути, проверяется пакет документов, который представляет претендент. В случае, если пакет соответствует действующему законодательству, комиссия принимает решение о допуске претендента на аукцион, и в конечном итоге, в день проведения аукциона, он приходит, получает необходимый атрибут для участия в аукционе в виде фишки с номером, и по велению макверской палочки, так ее назовем, принимает участие в торгах. Побеждает тот, кто даст лучшую цену, большую цену за предприятие, которое продается. По результатам заседает комиссия, признает или не признает результаты аукциона, или сам аукцион состоявшимся, и после этого в течение пяти дней претендент должен писать договор и оплатить стоимость того пакета бумаг, который он приобрел на аукционе. Ну и таким образом это все циклично повторяется, повторяется, повторяется. Аукционы будут развиваться дальше, мы планируем, так скажем, будущее следующим образом, что это примет у нас программный характер, и мы будем заниматься не только Москвой, это будет и Московской области, и Центральный федеральный округ, ну и в принципе вся Россия. Потому что за последнее время у нас были предложения от Приморского края, из Липецка, вот ближайшие аукционы пройдут 10-го, 20-го. Продолжение следует... Для того, чтобы начать уже работу над созданием организованного рынка ценных бумаг этого предприятия, с появлением котировок, с попаданием в листинг биржевой и как бы вот с поднятием имиджа этого предприятия с точки зрения рынка. Для участников, так скажем, они могут быть уверены в том, что все, что происходит, это легитимно, открыто, чисто и прозрачно. Что касается города, то город в данном случае, чем больше участников, как бы, а участие и интерес к участию, оно как раз в этом и проявляется, в том, что достаточно открытые, честные торги, проводят их независимая организация биржи, у которой есть уже определенный имидж на рынке. В этом плане у города растет эффективность, увеличивается стоимость того имущества, которое придает город, и, соответственно, большее количество денежных средств поступает в бюджет города. Опыт, который приобретают имитенты, опыт, который приобретают претенденты, они сталкиваются со структурами фондового рынка, начинают с ними общаться, а вот информированность, так скажем, стороннего инвестора, того же имитента, это большая работа, большой труд, которым нужно заниматься. И вот в рамках постановления правительства Москвы, которое вышло в конце прошлого года, одна из частей данного постановления, как раз говорит о том, что биржа совместно с департаментом имущества должна заниматься и развивать обучающую программу с хозяйственными субъектами города, с одной стороны и с другой стороны, мы должны сформировать программу по продаже предприятий, находящихся в приватизации, придать этому такой вот глобальный поток. Те акции, которые, ну, отчасти мертвым грузом, может быть, находились на балансе у города, они теперь получают возможность выйти на открытый рынок, и, в принципе, у этих акций может появиться реальный владелец, то есть тот владелец, который заинтересован в работе того предприятия, акций, которого он приобретает, его развитие и развитие своего бизнеса на базе этого предприятия. Для облигации есть совершенно другие виды аукционов. Мало того, есть и аукционы, которые мы проводим по уже не правительственной программе, а просто это частное обращение какого-то имитента к нам, вот, и мы для него специально проводим программу, пиар-акцию, раскрытие информации об этом имитенте и обеспечиваем его продажу на аукционе. Но здесь уже это в частном порядке происходит, как бы, вне каких-то рамок правительственных программ московских.